Места Южной Осетии Места Южной Осетии Места Южной Осетии Места Южной Осетии новую картину мира. Некоторые называют это кризисом начала века традиционного. Подобные события происходили, кризисные явления происходили в начале 20 века. Но, наверное, можно разные формулировки использовать, разные эпитеты, но мы понимаем, что все волнуется и трясется именно потому, что действующая система пришла в негодность. Она изжила себя и выливается в такие конфликты, как конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Косово и ряде других точек мира. И, наверное, поэтому необходимо рассматривать юго-осетинскую проблему не с точки зрения урегулирования конфликта, превращения его из стадии замороженного и превращения полупризнанного государства в государство, полноценно признанное международным сообществом, а рассматривать эту ситуацию как последний звонок, что ли, наверное, говорит нам о том, что если дальше будет продолжаться все таким образом, мы придем к совершенно иному миру. Вот я на одном мероприятии недавно услышал от серьезного российского политика, из Государственной Думы, причастного к принятию довольно серьезных решений, что рисуется модель мира, состоящего из 400-500 государств. Вот если мы к этому стремимся, то, конечно, хорошее начало было положено в 2008 году. Для того, чтобы Южная Осетия заняла достойное место в мире, она в первую очередь должна в кратчайшие сроки решить те реальные проблемы, которые есть перед ней, и, естественно, состояться как независимое, нормальное, эффективно функционирующее демократическое государство. Ну, то, что в Южной Осетии сегодня тяжелая политическая и социально-экономическая ситуация, это ни для кого не секрет. Об этом, значит, и мы открыто говорим, об этом, значит, и за пределами Южной Осетии открыто говорится. Это общеизвестный факт. Да, настолько общеизвестный факт, что дошло до того, что ряд уже политиков, политологов, журналистов, в том числе и из России, кстати, начали рассуждать на тему, на тему, что Южная Осетия – это несостоятельное государственное образование, это образование, которое никто никогда из более-менее серьезных государств не признает, что оно политически, экономически несостоятельно. Ну, я считаю, что это абсолютно необоснованный вывод, потому что, во-первых, давайте не будем путать два принципиальных понятия. Значит, первое – это несостоятельность государства, как таковая, и второе – неэффективность действий властных структур. Это два разных понятия, из одного от него не вытекает второе. Прекрасно мы знаем, что в истории любого государства есть периоды, когда власть более эффективна, когда менее эффективна, однако это не может служить достаточной причиной для того, чтобы то или иное государство облиять несостоятельным. Есть второе, имеет место в Южной Осетии, есть определенная неэффективность действий властных властях, но из этого абсолютно не следует то, что Южную Осетию можно считать несостоятельным государством. На самом деле проблема-то заключается в чем? Не в том, что вот те политологи и журналисты, которые говорят о несостоятельности Южной Осетии как государства, не в том, что они называют реальные проблемы, эти реальные проблемы действительно есть в Южной Осетии, а в том, что они вот эту несостоятельность преподносят как некую уже предопределенность, исправить которой уже нет никаких шансов. На самом деле, несмотря на те тяжелые проблемы, которые есть, они все решаемы. Тем более, что для того, чтобы объективно оценивать развитие государства, степень его несостоятельности, надо, видимо, проанализировать и оценить специфику государственного устройства, в том числе и в Южной Осетии. И давайте вот недавно, месяц назад, чуть больше месяца назад, Южная Осетия отметила 20-летие проглашения республики. Так вот, из этих 20 лет, 18 лет, это были годы непрерывного конфликта, непрерывных войн. Ну, согласитесь, в таких условиях говорить о нормальном государственном строительстве довольно сложно. В таких условиях, естественно, что и политическая система, которая формировалась в таких специфических условиях, она не лишена недостатков. Есть определенные отступления и от демократических норм, есть предельная концентрация, так сказать, властных полномочий в рамках одной ветви власти. Есть, значит, мобилизационная экономика, которая, ну, другого варианта в таких условиях, кроме как сконцентрировать максимально все имеющиеся скудные возможности и просто обеспечить выживаемость населения, обеспечить его минимальные подробности, других вариантов не было. Я думаю, что российским общественным организациям, российским неправительственным организациям, некоммерческим организациям, вот они очень мало сегодня внимания уделяют на самом деле Южной Осетии. В отличие от Запада, в отличие от западных этих, 18-летней зависимости, значит, западные фонды различные, различные организации, значит, финансировали, выдавали гранты через Грузию различным юго-осетинским организациям. Сегодня они, несмотря на то, что они ничего не признают и так далее, сегодня они стремятся, активно там работают, а Россия вот там не работает. Вот возникает вопрос, Россия хочет, так сказать, в Южной Осетии получить пророссийское гражданское общество или прозападное, прогрузинское? После августовской войны мы получили такой великий шанс, который не используется, и скептики имеются основания к этому. Так что их тоже надо понимать. Что касается России, то это тоже правильно, ты говоришь, что вот за рубежом к этой проблеме больше внимания, но под углом зрения того, как плоха Россия, под углом зрения того, что Россия никак не может избавиться от своих имперских традиций. По третьим углом зрения освещается этот вопрос. И Россия равнодушна к этому так же, как она равнодушна ко всему, как к себе тоже. Она не более равнодушна к нам, чем к себе. Да. Потому что вопрос стоит не столько в плане, вот как написано здесь, Южной Осетии в глобальном мире, сколько и Южной Осетии в стратегическом раскладе мировых сил. Потому что Южная Осетия особое место должна занимать российских руководителей с точки зрения стратегических интересов на юге. Другие народы тоже неплохие, не хуже нас, конечно, никто. Но в силу целого ряда обстоятельств так сложилось, что Южная Осетия оказалась наиболее верной опорой укрепления российских позиций. Никаких имперских амбиций нет. Даже в той мере, в какой нужно великому государству, у нее нет. Потому что дальше она свое влияние никуда не распространяет. А хотя бы закрепит свои позиции здесь. Вот на это тоже не хватает. Как и на все остальное. Как и на все остальное. Но для того, что самое главное, вот я возвращаюсь к тему тесу, к главному, что она должна состояться. Она должна получить признание не только России, но и других государств. Но в этом направлении мы сами ничего не сделаем. Но здесь надо сказать, что получение независимости, это необходимо величайшие события достижения. Но этого мало надо, это независимость закрепить и получить признание. Конечно, Американские и Соединенные Штаты нас не признали. Конечно, многие другие государства нас не признали. Но есть резерв, который может нас признать. Это европейское общественное именение. Потому что европейское общественное именение сейчас формируется в большей степени антиамериканцев. Их теперь американцы раздражают. Когда была коммунистическая угроза, то, значит, американцы были щитом защиты Европы. Теперь они знают, что мы никому не угрожаем. И американцы им особенно не нужны. И в то же время навязываем свою волю, и они их раздражают. Но дело в том, что мы ничего не сделали для того, чтобы завоевать их на свою сторону. Потому что нужно вот прежде всего экономически решить проблему. Что оно означает, я коротко буду говорить, поэтому я какие-то вещи по этому поводу написал. Не самые лучшие, может быть, но и отдачи прекратил, потому что шансов на их отсутствие нет. Сто тысяч человек нужно, чтобы жил в Осенце. Чтобы она что-нибудь стоила. Вот с тем населением, которое сейчас, ничего не сейчас сделает. Нихуй Господь Бог не сделает. Когда-то было в Южной Осетине, 120, даже больше. Вот это нужно сделать. Но Южный Осетин-то сами не вернулись обратно. Все остались там, где были. Никаких других тоже нет. Если людей нет, то без людей ничего не задел. В этом направлении ни руководства, ни мы все, ничего особенного не делаем. Ждем море погоды. Российская помощь нас несколько избаловала. Вот Осетины за это заслуживают. Критикович, давайте я с вами тоже этим поднимусь. Россия нас защитила, и теперь у нас есть дневническое настроение, что Россия будет наше дело. Да, ну Россия речет, а нам зачем заботиться о себе? А нас большой брат заботится, и все. Не следует сильно на это надеяться. Потому что Россия сама находится в не самом блестящем положении, а завтра будет хуже. Россия живет за счет нефти, газа, металла, леса. Теперь Россия хочет продавать пресс-венгоду. То есть продавать, что есть, это не перспективное государство. И Россия завтра может оказаться в таком положении, что ей будет не до Южной Осетии. Субтитры создавал DimaTorzok